ребята всем привет сегодня 16 августа утро понедельник собираю машинку чуть помыл стекла все складывание вчера уже вечером сложил основной вещи сейчас по мелочи то что осталось прощаемся за гостиницей отелем ну и выезжая посмотрел по пробкам короче сейчас через авиакатуре симферополь нету пробок поэтому полетим наверно там быстрее ну что уже охота выехать из крыма побыстрее купить нормальный вкус воды магазине где-нибудь вкусно покушать такие мечты мы не стали пить потому что здесь вода не вкусно вообще никого удовольствия решили там на трассе потом попьем зато ведь вот такую тему каша гречная будем завтракать наш завтрак на дорогу 5 штучек принципе ну и там уже в краснодарском крае закупимся хотя вода вот крымская у нас есть не значит не делать она не вкусно ну я-то могу пить рябинка вообще прям муршится фу-фу-фу говорит так баллон загрузили это загрузили полотенце забрать главное ничего не забыть то обратно далеко возвращаться я уже облазить начал лицо домой включил кондиционер чтобы все влагу машины убрать потому что ее тут с утра много релина говорит что не хочется домой вот так вот бывает ванна пока ваша муж купаться хочешь нас градус так мы все выдвигаемся решила через потоле и в потоле и всяких это становимся возле журавлей озера главного не пропустить посмотрел пробки сейчас не то люди все спят люди вам пока пока дождь надо хоть коленивки вот виду кошмар от влажности при куча только выбираешь вареньком снова появляется а я не знаю мне в дорогу мне в кайф мне наоборот хочется я долго на месте как-то засиживаться не очень сбросил показания обратно делал с тромбой и рассвет у нас ну морюшку слева пока пока я лично накупался в счет тебе наверно не хватило напомню 16 августа мы были в оленевке это крым самая западная часть крыма западное побережье ролики у меня сняты подробно дорога тут сюда сейчас дорогу обратно сниму поэтому переходите пожалуйста плейлист кому интересно смотрите и саму ленивку мы тоже сняли сам пляж много всего полезного интересного надеюсь почему поторе сейчас выпал через поторе ехать они джанкой как вчера сказал четверо местных мне написали что там дорогу до джанкой не очень придется по дыркам полазить машина потерпит не хочется конечно такого поэтому вот принял такое решение через поторю тем более мы сюда дорогу эту не снимали мы ехали там ночью сейчас как бы заснимем принципе до самого Евпатория дорожка по памяти ночью ровно там только где-то в Евпатории нас навигатор вел через какие-то дебри с дырявой дорогой но не знаю смотрю как сейчас пойдет это туман что ли там ничего себе езжаем одну деревеньку потом заезжать в Черноморский 10 километров в этот раз в Укуневку не ездим и ездим в том году кому интересно переходите на плейлист 2020 года в Укуневке мы побывали честно как бы ничего интересного там для себя не увидели после Оленивки хотя там меньше народу с этим как-то почище в туманечке точно обещаем вчера Олена прогноз смотрела нам показалось что в Оленивке дожди обещают то есть мы из Керчи вовремя уехали может из Оленивки вовремя уехали посмотрим как в Краснодарском крае попадем не попадем мы там в дожди в общем от дождей мы маневрируем тут чуть-чуть а у нас кстати в регионе жира родственники написали говорит у нас жира начинается так что если повезет мы из жиры в жиру приедем Северноморская привет и пока в том году мы здесь колесо чинили которые проткнули на косе Беляус дорога там не очень была низкопрофильная резина сказалось конечно на этих колесах по легко съездили но вот решили туда не ехать вот она это шиномонтажечка где мы делались надолго запомнил ладно хоть она есть но она не круглосуточная у них режим работы какой-то странный до 6 вечера там и все заправка Веста 95 только есть так мы заправимся на Атане на Атане там ТЭС у них ну ТЭС я так понял тоже у них распространенная заправка прямо 17 километров в Патторе в любом случае будет Атан больше половины бака все теперь едем на и в Патторе и в САКе в Черноморске все точно пока-пока а вот и Атан попался какой-то заезд страны так 92 49 99 такая цена нет мне 50 заделать уже ладно че у меня влезет литров 20 на 5 влезет вот так-то заезд здесь прям как отцены ловушка здесь че у нас заправить короче там все люди в шоке там вообще так невежливо общаются это вообще жесть как будто им денег мы должны там куча народ уже там говорит вы что со всеми так общаетесь везде вот так там люди местные ну не местные а вот кто на заправке они говорят да это везде по Крыму здесь где не подойдешь одно хамство то есть блин сильно отличается вот то что у нас там здравствуйте там чего желаете там хорошего пути здесь че стоите давайте сюда проходите так че там замерзли что ли там то есть такое общение капец да вообще ну народ возмущается говорит че за бред то типа давайте быстрее хватит это обсуждать да вообще это какое-то замененное гнездо блин честное слово то ли они от туристов устали то ли просто они не привыкли с туристами так работать то ли да даже не с туристами а просто у нас на любой заправке заезжаешь даже у нас в городе тебе вот так все вежливо все хорошо то есть никто грубить не будет хамить здесь то что там человек кофе начал заказ вам может что-то еще сразу он такой ну давайте сосиску а чё трудно было сказать сразу и работает счет на кассы и мужик там правильно сказал вот тут хамить и горит а сами одну кассу открыли у нас так вообще я в шоке ну а печально что так много в крыму меня знаете сразу такая ассоциация что вот с таким отношением как будто знаете мы что-то должным прям вот туристу они также нет я представляю но это может не правда что вот спокойно могут в еду те плюнуть и отдать вот спокойно вот реально вот нет вот от такого обслуживания вот в крыму очень хочется за такие за такое бабло с таким обслуживанием с таким всем невкусным еду это в блин ну вот стой ну честное слово красивая такая природа море здесь классно но где мы жили же лед но они нормальные да вот в этом плане до остальном что-то везде все поплыжу на качеством хорошая но иногда вот такие места попадаются не сплошная линия автобусе к такой розовенький или какой-то сиреневенький слоник едет ровно 80 до из 90 возможно и никак не обогнать потому что надо хрена знает может гаишники есть люди обгоняют рискует хочу всем привет из красной поляны мы сейчас проезжаем солнышко пока еще не жарить слава богу интересно как против солнца снимается многое свеки против солнца нам еще одна кайта строится слава развода таки остается от этой воды сейчас надо уже тряпку скоро класть воздуховод не отражался много вопросов чем тряпка по стекле стекло меня лобовым проезжаем у кого придется только не видно в целом хорошо так ну или кстати вот на катерах там где вот кататься на пляже там более-менее кстати понял много приезжих там зарабатывать деньги также как из екатеринбурга вчера ведущий был мыль на вечеринке вот этой пеной в целом целом нормально купались на загорали под даже под под это под сгорели чуть-чуть и себя нормально чувствуешь не критично сгорели значит так что вот миссию свою выполнили я так размышляю вот инга если добавить гостеприимности как например в татарстане казань вот было бы вообще супер потому что там все это вот прям максимально приятно так все классно люди такие отзывчивые добрые и в сфере обслуживания все классно вот тогда мне кажется ну и качество вот эту продукции как в татарстане тогда мне кажется крым захочется будет всем хотеться вернуться и тогда будет ценник оправданный потому что например скажу станем казани она тоже туристическому там цене гораздо меньше на жилье на еду на все но при этом обслуживание вообще великолепно кстати вот кто ездил в казань напишите так не так это по вашему мнению дорога до самой в поторе общем ровно самое интересное что здесь даже разметка современная то есть она не просто как покрашена да она имеет свой объем какой-то на нее наезжаешь сразу чувствуешь как сказать вибрации на руле ну то есть по современному сделано как москве у нас шляпинской области что-то не делаю какой-то водоем не название на 3 нет название тоже нет но водоем есть и наверно пресной хотя кто знает может быть соленый соленое озеро тоже имеется заехали веселовку всем привет отсюда всяких трубиков много да слишком сбивают машины трубиков животных имеется урфирьевка воробьева сейчас тут по новостям сказали что второй раз циклон уже за это лето затопил керчь пострадали сельские работа сельская продукция много было не убрано все затопило говорят что еще вернется возможно этот склон в общем ужас какой-то но в оленнике было все тихо только ветер а так небо чистое солнце заехали в колуски заправка типы шкоды значок похож на старая 48 95 Колоски продолжительные Так, ну нам, да и в Которе уже совсем маленький остался, я думаю Перегородная А, ну пригородная, все, он Евпатория уже Видео, сейчас будем его проезжать Евпатория Всем привет отсюда Сейчас посмотрим, надеюсь, без пробочек проверим Как-никак утро 7 утра Здесь вот при везде дорожка-то испортилась, при том есть большие-большие ямки, ребята Надо быть осторожней Оп-оп-оп-оп, прям ловушечка такая Интересно Какая, капец, тут дорога в Евпатории нифига не рада Я помню, ночью мы где-то проезжали, что дорога была плохая Ну вот оно, этот ведьму участок и был Офигеть Хорошо, Лизка Так что, ребят, кто ночь тут будет проезжать, осторожней Колеса не оставьте Запросто можно Тут пару таких дырок было, что и диски загнуть не проблема Так, ну скоро налево Установки такие интересные Что он тут прикроет Ну пока провок определенных нет Светофоры были Но напоминаю, сейчас 7.20 утра Утром, думаю, нормально должно все проезжаться Поворачиваем на грамм Эскадронная улица Круговое движение, четвертый съезд Хорошо Заправочка отдан Наверное, надо вот этот ряд занять Пусть они, думаю, видите сами Круговое движение, четвертый съезд Уступи дорогу тут Круговым тут тоже дыры, яма Веста Это проявка Веста Прямо 47 километров Хорошо Так, это уже на выстязи По Торе Угу Узнала лебедь Да, вот один лебедь был Да Ты что, и все что ли? Еще Там дальше Вот это еще стоянки-то нет толком Посмотрим Обычно машина до стоянки Лебединая Вдалеке? Да Ну да, они что-то как-то разрознены, видимо, утром Все здесь собрались Маленькие лебедятки Дикие? Дикие, они же кусаются Ищут Тогда поехали дальше Здесь сейчас фотографируем Кто здесь Машин куча, тут вообще по идеалу Лучше не вставать Выглядит красивая Да, подораскивают, короче Дальше Сейчас остановка-то Что, хочешь, становимся? Да, я становимся Ну Ну Это нормально, можно остановиться Никому не мешаю Не знаю Ладно, ребята, все Мы поехали дальше А то машин уже много становится Надо быстрее Такий-то строй Прям большой Видимо, что-то грандиозное планировалось Но обычно вот здесь пробка И дальше Ну, по косе По всей Все, посмотрим Есть, она сейчас или нет В это время Время 30 минут Полоска Пляжики начинаются И в Патарийске Да, отсюда обычно пробка Или сейчас ее не видно Все зеленое Все хорошо Как оттуда сейчас дальше Видишь, там палатки Слева будет озеро Там, где розовое Ну, мы сейчас не увидим Она на солнце розовеет Вот сверху надо, смотри На палатке, видишь, палаточный городок Сейчас я Ну, не так Но она, видишь, какая узкая Все в одну линию выстраиваются Да, да, мы ночью проезжали Мы еще сказали, где здесь заезды у них Да, да, да Вот, видишь, заезды Где скульптуры А, нет Заезды там, ступеньки Я, кстати, не понял, где заезды Я не обращался внимания просто Видимо, где-то там В начале от Евпатории Вот здесь вот какие-то есть Ну, здесь только тропинка А, вот Нет, тут закопан заезд Интересно Стояночка, кстати, вот где можно было ночевать Если что, да Мы не увидели Или ночью проехали А так там фуры стоят Просто машинки Прибрежная Я смотрю, там аквапарк Какой-то здоровенный стоит На берегу моря Вон виднеется Заправочка Гарифон Тормозим Там, видимо, светофор влечет Заехали В Саки Всем отсюда привет Дорожка ровная пока Опа Пробочка, да, небольшая Там, светофор Так, стоимость газа Метан 20 рублей Метан есть Время без 10,8 Уже, как бы, пробочки есть Умейте в виду Машин уже много ездит Ну, тут все дело В светофорах И В большом количестве Пешеходных переходов Центральная дорога Поэтому такая обстановка Наключенная В плане трафика Техника ездит На заправке Тот же самый оттан Который многие советуют 92-49-99-95-53-88 Поезд Другую сторону Тончик Который В 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 Качество дороги хорошая. Газа пропан только здесь не вижу почему-то метан увидел пропан нет. Саки значит мы выехали заехали в Орехово тут картина в принципе такая же. Машиномонтаж, мойка, ремонт, мой сам. Проезжаем червонная, здесь камера на 60. Мёд, ялта. Нет спасибо, лук ядовский мы попробовали. Ничем от нашего уральского красного не отличается. Вот смотри, арбузы подешевле уже стали. У нас 25 в Оленивке будет от 18. Так, между Саки и Сиферуполем дорога качество хорошего. Был один ремонт, но он как бы законченный уже, стрелка труба идёт мощная. Видимо там вода перегоняется. Ох, мигать. Блин, писали бы ценники они. То это без ценников висят, останавливаются просто в неохотку. Скворцова, всем привет отца. Мини-базар. Там ценники были, да, не видела сколько это. Далее выезжаем вот на такую раздельную дорожку хорошую. Посмотрим, сколько она продлится до Симферуполя. Ну если да, тут отлично. И плавно перейти в Тавриду. Там в начале Тавриды, то есть после Симферуполя в районе Зуя мы остановимся. Сустретимся с человеком. В комментариях списались. Возьмём у него на пробу винца домой. Ну ненадолго. И дальше едем в Тавриде. Выезжать из Крыма. Так, навигатор нам здесь говорит повернуть на лево. Наверное на объездную Симферополь, чтобы смотрим. А, это вообще наверно в сторону Симферополя. Прямо наверно в сторону Севастополя. Скорее всего так. Либо... А, либо тут просто ремонт что-то же. Понятно. Ремонт дороги и объезд. Ну ладно, мы что. Едем. Нам же деваться некуда. Заехали в Ротниково. Привет всем отсюда. Универсал Гум. Спортзал видим. Какое-то производство проехали. Правда не написано что это. Симферопольский аэропорт. Сейчас мы должны на Тавриду идти на объездной. Надеюсь навигатор так и поведет. Так, иезжаем в туннель. Дорога тут что-то подпортилась. К сожалению. Видите, вода какие-то следы оставляет. Ужас. Ужас. Соленая наверно. Что-то он мне вообще показывает куда фигня. Что-то я не понял. Навигатор ты что сбредил? Или так и правильно. Интересно. Или тут ремонты какие-то. Капец. Ладно. Едем за людьми. Из Татарстана. Наверняка. Они на выезд тоже едут. Короче да. Похоже тут такие вот объезды непонятные. Сейчас ворот. Поверните направо. Хорошо. Нежданчик. Нежданчик. Конечно. Ну поехали. Посмотрим. Что-то как. Ха. Точно. Право показано. Интересно. Я говорю. Доброго. Что-то какой-то автобус едет уж больно. Медленно. Через 600 метров развернитесь. Хорошо. Алиска. Вон. Аэроборд. Там их стоянка я так понимаю. Ну да. Кружок пришлось сделать из-за того что ремонт дороги вот справа куда мы заезжали. Ну ладно. В принципе не так много. И проехали. Развернитесь. Хорошо. Прямо 4 километра. Так бы мы еще и. Блин тут вообще. Так уступи дорогу. Мы уступи дорогу. Надо проезжать. Мы уезжаем. Ну все погнали дальше. Самый ремонт идет. Мосты стараются развязка в аэропорт. Ну необходимая вещь. По любому. Сейчас пока. Приходится вот таки объезды делать из-за этого. Ну в принципе все. Мы сейчас на выездную выезжаем. На объездную выезжаем. Так. Здесь ремонт. Так. Нам указано направо. Съезд. Поверните направо. Хорошо. Так. Ты нас на 10 по объездной ведешь. Блин. Сейчас я проверяю. Через 600 метров. Держитесь правее. На трассу А. Движно. Ну гулять здесь зачетные. Конечно даешь зачетные. Ладно по навигатору. Тут заранее все видишь. Держитесь правее. Держитесь правее. Белогорск. Где парк Львов. В том году мы там были. Кому интересно. Прямо 29 километров. Проходите в альбом. Крым 2020. Там мы прямо по парку по огромному гуляли. У меня там три или четыре ролика по нему. Классный парк. Если я правильно понимаю. То мы съехали на Тавриду наверно да. Дорога отличная. Раздельное. Движение. Смотать. Ну прям. Кайфец ехать. Полный. Красота. Тавридская артриха. Проходите. Горби.